Привет моделисты и моделистки! Мы начинаем новый стрим. Всегда какие-то бывают сложности. У меня просто зашкаливает здесь звук был и не очень хорошая связь. Но сейчас вроде все нормализовалось. Еще разочек привет. У Евгения был вопрос. У меня промелькнуло что-то на японском. Сейчас ребята все об этом проразговариваем. Кем у нас нужно Windows. И давненько я не стримил. Нужно так сказать держаться в тонусе. Если какие-то вопросы не на тему. Cheers! Бога! Здорово! Мы можем обсудить. Так Windows там нужен. Бум! Так вот. Совершенно случайно, как всегда... Да. Кто первый раз? Меня зовут Эйкей, Crazy Russians, Сашок, Санек. Город Санценати, штат Огайо. Я живу в стопроцентной англоговорящей среде. Я только с женой-американкой, которая знает русский язык, разговариваю. И здесь, на YouTube. Все. Так что проскальзывают английские слова, ну уж не в защите. Совершенно случайно. И я открываю английское выражение like open can of worms. То есть открыть банку с типа червяками. Вот. И они все там начнут расползаться. И я вот это, может быть, сейчас сделаю. Ну, совершенно случайно, в один прекрасный день, я где-то лазил по YouTube. И где-то, может быть, полгода назад я напал на такой канал. Вот сейчас покажу вам. Человек из Японии. Японец, наверное, я так думаю. Очень классный канал. Он занимается като-итомиксом. Собирает всякие штуки. Вот. И я так посмотрю. На стрим к нему прихожу. По-английски он не очень шпарит. То есть практически не шпарит. Вот. Что-то я вот там спрашивал про като. Ну, мы так вот друг друга, так сказать, привет-привет. Ну, мне интересно. Я вообще слушать люблю разные языки на звук. И вот у него очень четкий такой... Когда они все очень удивляются, так, о-о-о, на всякие вещи. Вот. Но у него очень интересные катовские модели. Короче говоря, будучи на этом канале, смотрите, какая дата. 20-е, 17-е. Я уже на русский перевел. Вы можете ссылочку... Найдете ли вы ссылочку здесь в описании или нет? Нет, не найдете. Сейчас я вам ссылочку, ребятки. Ну, я сброшу под конец на этот томикс. То есть это томикс, система томикс, новая система управления томикс. И так она в аббревиатуре английской томикс-кинос. Я так понимаю, они называют... Все-таки это английский. Томикс-ниу-оперейтинг-систем. Что-то в этом духе. Я нашел буквально сегодня YouTube-канал, где на английском языке американец рассказывает про эту штуку. Больно мудренно там со всякими разночастотными сигналами, что-то в этом духе. Я так глянул. А! Вот с чего началось. Пардон. Когда я был у японца на веб-сайте, да, я... Почему мне странно? Это карвана здесь. Карвана это... Ну, бог с ней. Это продажа тачек на интернете. Я купил, кстати, гольф. Но не будем отвлекаться. Когда я был у этого Шегемон, как переводится, не знаю. Напишите, если вы знаете. Я смотрел, и буквально в свежих видео его о плодах, вот с чего началось. Сейчас мы посмотрим. Он достает. Он много всяких. Смотрите, у него принтеры какие-то. У него много всяких классных вещей. Он такой DCC. Это буквально вот что, неделю назад. Да, да. А вот еще одно. Другая. Ну, буквально несколько дней. И он достает из коробки новый Zephyr. Вернее, не новый Zephyr. Можете посмотреть сами видос. Новый катовский Zephyr, но сделанный из старой Digi-Check системы. Я так, господи боже мой, что же это такое? Короче, я начал ползать, ползать, ползать по веб-сайту, по его дальше. И нашел вот этот Томикс, короче говоря. И видите, что дата здесь какая-то, какая почти, да, ну, будет четыре года назад летом. Я думаю, что же это такое? А тут разговоры пошли года три-четыре назад, что придет на смену DCC. Все там вот эти разговорщики, которые приходили к нам в магазин, такие, а что же будет? У них, конечно, ни системы никакой, но это такие пустобрехи. Что же будет DCC? Надо подождать, надо подождать, надо подождать. Я говорю, ребята, вы можете расслабиться. Еще лет 10-15, а может и больше. Никаких других вещей не будет. DCC уже здесь и надолго. Ну, этих всех чуваков я быстро на место ставлю. Вот. И тут вот такая вот фигня. Сейчас мы сделаем такую вводную тему. На английском я посмотрю. Если будет интересно вам, ребята, напишите тоже совсем интересно, неинтересно. Что вы думаете об этом? Тоже очень интересно. Хотя я сам ничего особо не думаю, просто обыкновенное DC-контролирование. Но, значит, сейчас мы быстренько пройдемся здесь. Как они пишут, что здесь... И когда я смотрел у японца, у него там были такие за и против. За DCC, против DCC. Но видите, обновлено вот это вот какой-то софтец. Да, вот здесь, да? Путеводитель какой-то хрен его знает. Ну, сейчас не будем время отвлекать на это дело. Вот здесь два видоса на YouTube. Томиксовские сами, да? Короче говоря, все это DC. Я первый раз, когда я увидел, я стал искать, где же декодер, где же какая-то штучка, где же радиоконтроль. Нет, ничего никакого радиоконтроля нет. Такое впечатление, что под разными частотами... Опять же, моя задумка. Начинающий модели... Здорово! Под разными частотами у вас либо мотор работает, либо лампочки горят. Вот. То есть, в этих моделях переделки никакой не нужна. Не нужна в DC обыкновенных моделях. То есть, коробки достали к Атловске или какой-то любой Атлосовский. Без разницы. Локомотивчик. И вот таким методом... То есть, у них какая-то система их распознавания. То есть, они подводят определенную напругу, определенные, по-моему, частоты на участок пути. И вот, посмотрите схемку. Заморачивается сейчас, ребят, честно говоря, неохота. Но вот эта коробочка, потом еще другая коробочка. Вот одна, вторая. Потом идет мощная такая разводка, от которой у меня аж прям помутнело. Нету здесь. Но есть картинки, где там идет просто куча проводов. Вот всякие примеры, 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 примеры. Господи, боже мой. Вот это вот. От этой картинки я так чуть-чуть прикемарил. Здорово, Серега. Вот. И, значит, такая история. Вот распределительный блок. По-моему, у них даже есть два на макете. Я быстро кручу, ребят. Ничего интересного сейчас, наверное, не найдем. Пардон. Ну, все как-то разрознено было тоже. А, во! Точно! Видите, одна основная, ну, мозга, грубо говоря. И две, потому что не хватает, наверное, участков, да? Вам нужна вторая коробочка. То есть на каждом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, семь, наверное, нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Или это пустое. Ну, восемь, скажем, да? То есть восемь блоков, вам нужна еще одна коробочка. То есть они хорошо вас подцепят на крючок. Сколько стоит, Евгений? Ничего не знаю. Наверное, хороший вопрос, да. Напиши этот после комментария, мы найдем. Пожалуйста, когда видео закончится, да, в этом самом комментариях, тогда я смогу запомнить. Обязательно найдем. Хороший вопрос. Ну, смотрите, ребята. Я не хочу там, я не сразу, о, там, фигня. Ну, в общем, если вы уже с DCC, это будет как детская игрушка для вас, для меня. То есть, ну, смотрите, доехал, пардон, я все кручу, этот монитор. То есть здесь все, здесь схемы все элементарные. То есть приехал сигнал, здесь не оккупирован. Дальше поехал сюда, сюда, сюда приехал. Отключился этот, то есть включается напруга. Ну, это как трехколесный велосипед, ребят. Вы, главное, вы не упадете никогда. То есть здесь такая вещь. Насколько я понимаю, один разрыв здесь, разрыв здесь, да, вот эти вот разрывы. Приходит сюда какой-то DC напруга, потом через вот эти вот отдельный сигнал уже идет, да, насколько я понимаю. Ну, не сигнал, вот специальный сигнал у них. Потом здесь запараллельно что-то и сюда на два, да. Вот схема тоже что-то такая мутноватая, непонятно. Ну, на ваш суд. Новая вот эта какая-то штука. Это карта памяти для блока управления. Обычно он используется, вставляя его в блок управления, и он подключается к ПК, тра-та-та. А, то есть уже к персональному компьютеру. Долгие времена, сейчас прочитаю. В долгие далекие времена Nippon, да, это сделано NEC, Nippon Electric, electric, not electronic, electric corporation, по-моему. Она мощная глобальная корпорация. По-моему, они делают медицину, они телекоммуникационные системы и прочее. Это смешно. Для меня было, когда я увидел, что это сделано для них Nippon, понимаешь. Вот электронная индустрия Японии, да, Sony от компьютеров отказались. То есть они уже не считают, что это навар там, да, они, наверное, остались в телевизорах. Я последний телевизор Sony купил, я не знаю, 8 лет назад, наверное, что-то в этом духе. Больше Sony я уже ничего не покупал. Был телефон, по-моему, Sony Ericsson, и, может быть, плееры какие-то, и все. Sony как-то вот ушло с бытовухи, да. Но вот это для меня Nippon этот был, ну, просто как, какой пример вам привести? Как Ford стал делать велосипед. Велосипед Форда. Типа такого. Велосипед Форда. Причем не какой-то там супер-дупер-пупер-крутейший велосипед, а такой, там, за молочком, там, куда-то съездить. Не какой-то трековый или какой-то там супер-горный, навороченный. Нет, а просто хорошего качества, но обыкновенный. Вот для меня вот это такая штука. То есть декодеры вам не нужны, сигнал идет под какой-то другой частотой, и каким-то образом они, а я читал, что свет у них чуть ли не постоянно горит на частоту. Ну, это пока я, мне нужно срочно посмотреть этого американца, что он там начинает говорить. Смотрите, сколько аксессуаров. Ну, хорошо, в общем, подцепили на крючок. И вот все эти схемки. Ну, ребят, ну, это начинающие, это схемки даже не начинающего, это схемка на следующий день начинающего. Потом это уже все забывается, и вы уже хотите что-то более серьезного. Какой-то даже shelving layout, да, который от пункта А до пункта Б. Ну, у вас там будет 30 всяких блоков, да, occupants detectors. Так, начинающий написал что-то сейчас. Так, ну вот, в общем, такая, ребят, вводная у нас, да. Сейчас мы это дело проговорим, и, наверное, давайте на первую страницу, или вот на эту штуку оставим, да, давай. Так, читаем. Так, 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 так. Она как деревянная. Ну, да. Я сравнивал с велосипедом, я не видел тебя, твой этот самый комментарий, Евгений. Ну, да, что-то так. Начинаем. А какой магазин, а какой магазин самый такой хороший, где можно заказать американские составы? Магазин наш, потому что, ребят, без обид только. Никто с русскими, ну, если ты из России или в СНГ, дела. Ну, может быть, Трейнворлд или другие. Ну, я слышал, люди меня просят, люди покупают там, присылают ко мне, и мы уже отсылаем. Но сейчас мы ничего не отсылаем. Вот. Все свежее, если это не старое, можно через нас заказать с предоплатой стопроцентной. Походу, в нее восемь зон, зон, отлитные участки с детекторами на локомотив, пишет Евгений. Ниппан делает фильтры для гемодиализа. Ну, не выражайтесь, пожалуйста. Почки. Вот так и писать. Написал начинающий моделист. Много всяких такой... Да. В общем, спасибо, я так понимаю, хотел написать. Да, сейчас, ребят, с отправками вообще какая-то неясность. Если вы хотите, чтобы было все четко, либо нужно страховку платить, либо DHL, либо, ну, даже USPS, ну, там, страховку с тракингом, каким-то стоимость будет зашкаливающая. Там, по 100, от 100 баксов и меньше. То есть, ну, чуть-чуть нужно потерпеть, пока этот вирус и вся эта херня уйдет с этим. Ну, вот так вот, сумбурно, как всегда. Да, ну, мне очень хотелось вам доложить про эту штуку, хотя она уже с 17-го года. Теперь быстро я про этого нашего друга, моего нового японца. Да, я к нему прихожу на стримах и говорю. Может, я уже сказал. Я говорю, привет. Он такой, о, привет. И они так всегда... Мне очень нравится, когда он говорит. Он очень не удивляется. Они так просто восхищаются всегда, как на что-то новое. Понятно, вот что написал. Да, ребят, потерпите с модельками. Да, что-то не уйдет. Можно сделать так. Мы не будем отправлять. Вы купите, у нас здесь будет лежать. Мы надежные ребята. Привет, Александр. ТКН. Привет, Александр. Вот такая вот штука. То есть, вы закажете, ребят, у нас здесь складик и будет прям лежать здесь до отправки. Если вы не хотите упустить модель. А так, пишите мне на e-mail. Сейчас почитаем про почки. Если они отбиты или как. Я избыт... Сейчас модель-то тоже прям не каждый месяц релиз. Там полгода. То есть, чтобы не упустить что-то новое, нужно... И отдельно я сделаю стримчик буквально. Ну, может, просто видосик. А может и стримчик. А вообще о заказах какая ситуация сейчас. Не будем вместе все. Так, Евгений пишет. В общем, вот этот... Когда у человека почки не работают, его кровь фильтрует на специальных мед-девайсах. А, ну вот НИП он делает. Я так думал, что они с медициной, с какими-то очень мощными делами. И вдруг такое я просто глазам своим не верю. Смотрю на вот эту вот фигню. А, если они вообще не работают. А, почки не работают? Вау. Да, это тяжелый случай. Ну, медицина современная, видите, делает все. Еще раз повторюсь. Начало здесь. Вот этой системы написано, что ничего не нужно переделывать. Да? И это меня, думаю... Это мне неинтересно. Я-то бабки зарабатываю с установки декодеров. Понимаете? И всякими другими процедурами переделки, переделок, всяких переделок. Вот мой навар-то. Думаю, нет, это что? Может быть, я собирать деньги только буду за установку. Но я думаю, что здесь каждый начинающий схемы здесь все элементарные я вижу. Так что, если тема разовьется, ребят, мы, конечно, сделаем... А, так вот, про японца-то. Сейчас про японца расскажу, друга, и мы завяжем. То есть, когда я попал на его веб-сайт и начал смотреть, смотреть... Да, буквально, это же недавно, несколько, на той неделе, он достал вот этот Digitrack DCS-51. Но это старый... Видишь, Като, да? Превьюшка не будет хорошая. Като с правой стороны транс голубой, а вот это вот старые Digitrack Zephyr. И они когда-то склеснулись вместе, они работали, видите, у них ручки управления одинаковые. Я думаю, господи боже мой, почему Като взяла старое? И он тоже показывает. Ну, я, конечно, ничего не понимаю. Я включил английские титры. Да вот она даже здесь, вот, буквально неделю назад из-за этого у меня. А видите, еще какая-то штука здесь рядом. Вот тоже интересно. Со звуком. Точно. Это какая-то еще новая приблуда. Это звук. Звук стоит. Хорошо, что я вспомнил. Звук стоит не в локомотиве. Звук стоит под макетом у вас, где-то чуть ли не под рельсами или под макетником. Это типа вот саундтраксовской такой системы, где движок, локомотив идет и под ним начинают... Я считаю, что это детский сад. Ну, тем не менее, для макета, для, там, папы с сыном типа того пойдет. Для, так сказать, вход в хобби, он стал высокостоящий и сложно в хобби сейчас занырнуть. Так, ну, сейчас дочитаю, ребят. И все. А у вас есть свой магазин? Да, у нас свой магазин. Мы дилеры всего, кроме ScaleChains. Мы дилеры всего, кроме ScaleChains. Но мы можем найти. И Atheron. Теперь магазин онлайн. Мы закрыли физический магазин, потому что это, ну, навара никакого нет. Так, здорово. Тоже на его канале смотрел видео. Много видео, много просмотров. Да, Паша, точно. Привет. Да, Паш, как я говорил, сделаю отдельный видосик про все твои вопросы про микротрейнцы и американцев обязательно. Так, это для готовых схем под макет. Купил набор рельсы с семафоры, собираешь готовую схему, и ты доволен. Ну, в общем, да, ребят. Но здесь уровень разный у людей. Кто-то начинает и вот на таком уровне заканчивает. Люди балдеют. И, слава богу, не стукают вам по голове или где-то там идут на курсы бойцов. Понимаете? Ну, ради бога. Довольны эти люди по барабану. Но это из наших, из моей обоймы, так сказать, клиентов. Схем должно быть много. Да, 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 разумеется. Вот-вот про декодеры. Хотелось бы поподробнее посмотреть и узнать про программирование на Z21. Хорошо, Александр, ТКН. Александр, ТКН. Тот же самый вопрос, я тебя прошу. Стрим закончится. Напиши его в комментариях. Тогда я получу уведомление. Уведомление я запомню у себя. И по мере, так сказать, продвижения я буду отвечать на вопросы. Отлично. Супер. Все, Паша, нормально у нас, так? Да, еще поговорим. Поговорим подольше, не укричайся. Давайте поговорим еще. Ну, давайте поговорим, ребят. Ну, в общем, все. Я тут мне больше нечего сказать про эту штуку. Но меня... Опять-таки, повторяю уже на третий раз. Я просто в шоке был, почему Като взяла старый Digitracks. И я написал, типа, этому японцу, корешу. Слушай, братан, ты говорю, почему-то Като... И он так, о-о-о, говорит, старый. И показывает новую фотку, принт-скрин какой-то, новый DCS-52 уже, да, новый Zephyr. С дисплеем, он классный, он вообще супер. Для начинающих просто чума. И маленький макет лучше не бывает. Сделайте себе эту, как ее, throttle, да. Ну, одну из wireless throttle. И будете балдеть. Digitracks в этот раз отличился. Очень хорошо сделали. Вот. И... Ну, что-то он мне что-то ответил, я не понял. То есть, в Японии либо программирование очень хромает, либо электроника теперь, вот что Nippon делает такие игрушки. А я хотел говорить по игрушке, да. То есть, вот встречаете человека на улице, говорите, что там у тебя хобби. Ну, кто-то там оружие. Ну, здесь в Америке, к примеру, почти каждый имеет ствол. Там, стир. То есть, это такое, ну, там, рыбалка. Там, ну, ребят, коллекционируем и прочее. С железной дороги народ такой, хе-хе, игрушки. Ну, это такое, там, не предвзятый, а уже стереотип такой игрушки. Ну, да, там, локомотив, как скажешь про цену, там, 300 баксов. Народ такой, что? У него пистолет какой-то паршивый стоит. Старенький какой-то, 200 баксов, понимаешь? То есть, вот такие вещи. Так, надо думать, надо замутить в Zoom видеоконференцию. Хороший момент. Давай, организуешь? Я не против. Видеоконференцию легко. У меня есть Zoom-аккаунт, у меня все есть. Выведем ее сюда. Просто, наверное, захватить придется ее. И ретранслировать, я так понимаю, рестрим или что-то в этом духе. Ну, это фигня. Я Zoom так занимаюсь чуть-чуть. На работе, на основной своей. В общем, вот такая вот история. Как они умудрились эту старую воткнуть? Невероятно. То есть, электроника японская куда-то вся стала испаряться. Такое впечатление, да? Но вот Томикс, кстати, Томикс, видите, он японец, чувак. И он свое просто долбит, долбит, долбит японское. Может быть, я у него видел несколько моделей не японских. Но в основном, то есть, да, американцы, они собирают американское. В России, ребят, вы там, в СНГ старые там, да? Ну, все совковое было, которое... То есть, вот люди очень редко... В Европе и в Европе очень редко люди... Я несколько знал людей, которые... К примеру, один у меня клиент, он сделал макет японский. Где-то в квартире 30 квадратных метров, что-то в этом духе. Японский макет. Может, даже больше в баре. Там бар у него и вокруг этого макета. Прикинь. Японский. Я для него делал DCC конверцию. Вот. Потом у меня еще такой момент. Если вот ты сделал, да, как Евгений правильно сказал, ты сделал все уже, вот, разводочку какую-то тебе, она готовая, да? Переделывать, я не знаю, насколько сложно будет. Хотя, наверное, нет. Просто разрезаешь, да, добавляешь еще одну коробочку, да, еще одну коробочку. Ну, в общем, не знаю, как это, плавная остановка для людей должна быть, к примеру. Они ставят по два сенсора, да, чтобы останавливалось вообще. Здесь замедлялось, да, потом фиксировался, где-то здесь фиксировался проход, потом на другом замедлялось, на третьем, можно даже из двух сделать, а третий виртуально, и на третьем останавливался. Ну, вот это уже начинается круто. То есть, реалистичности, я не знаю, тем более с Като, с мелкими, вернее, Като, Томикс, с N-Scale. Ничего плохого, ребят, не хочу сказать. N-Scale отличный масштаб для малогабаритных домиков, там, квартиры и прочее. Замечательно. Но там нету в локомотивах этих... То есть, у вас путевой материал должен быть идеальный, вы должны вылизывать его там каждый день, чуть ли не чистить. К чему-то, Евгений, напиши, пожалуйста, я не усек. Ну вот. То есть, потом вот это наличие этих кнопочек, тоже меня так думаю, а к чему эти все кнопки-то, если DCC нету? Да, если нету определенного адреса, и вы там шлепаете кнопки, тоже вопрос, да? К сожалению, вот эту штуку, картинки, это, конечно же, не переводит. Google, он не видит этих картинок. Здесь тоже все написано. А вот этот японец сравнивал, да, очень долго. У него там чуть ли не видео два, наверное, есть. То есть, он распаковал, установил, а потом начал сравнивать. И там DCC, типа, крестик, а вот это Tinos плюсик, типа, все хорошо. Видео про краз не будет. О, канал Андрея, привет. Ну ладно. Ну, ничего страшного. Может, что-нибудь другое замутишь. Потом ПК, да? Да, то есть, вот софта от Японии, весь софт на DCC, да, он европейский или же, да, голландский, немецкий, два, три. Такой вот этот Rock Rail, типа, интернациональный, да, GMRI американский был до этого. Еще компания судилась с ними, американская, потом что? Ну, ребят, дофига. Rock, да, свое теперь имеет. Продаешь основной набор, потом дополнение девайсов. Ну, конечно, как картриджи к принтеру лазерному. Сам принтер 300 баксов, картридж по сотке теперь. Это точно. Ну, в общем, подводя итог, меня оно не очень, вся эта ботва. Просто мне более интересен технический момент. Есть вроде даже камерка у них где-то. Есть где-то камерка, ребят. Это нужно посмотреть. Где-то я видел в основном, в основной странице у этого Томикса. Прям камерка здесь стоит. Раньше была... Мы были, мы дилерами были даже камерок. Но для медицинских, как же, что-то RF Lab японское. Прямо из Японии посылали коробочки. Но то ли компания встала, то ли для медицинских. Уж больное разрешение там было. Ну, не больше, по-моему, 640, не больше даже. Вот. И 4 на 3, когда уже HD, 5 лет назад везде уже камеры HD были. Народ такой... Но это не для... Поставил нормальную HD-камерку, да, мобильную на... Та она же передавала им... Передавала же вам изображение, да. А для видовых съемок, ну, поставь любую там маленькую камерку. Сделал видео и все. Отвалил. Модельный ряд. Список планов. Так что, ребятки, пишите, что вы знаете. Может быть, будет продолжение. Я пока на данный момент... Я послушаю такой план. Я послушаю этого американца, когда я буду делать инсталляцию. Что он рассказывает про это дело. Могу вам перевести и доложить. Вот, что меня больше сейчас на данный момент интересует. Про разные частоты, как они говорят. Окей? USA. Если я так понимаю, вопросов у матросов нет. Вы хотите еще немножко посидеть. Ну, о, Сергей Четырнадцать Иванов. Здорово, Серега. Ну, мы сейчас уже завершаемся. Ребятки, все, так сказать, у нас обоюдное. Пишите комментарии, что вы хотите. Сдавать прям вопросы. Отдельный стрим можно замутить. Даже можно сделать так. Давайте так. Я сделаю... Подумайте, да. Я сделаю, ну, сегодня вечерком, может быть, завтра с утреца, коротенький стримчик про современную обстановку на рынке. Да. И вот под этим стримом, потом вы поставите все комментарии. Мы сделаем отдельный стрим, где мы все вопросы разберем. Четко? Про Zoom надо подумать. Хороший? Нет. Я не против подумать. Главное, чтобы было четко сделать один тренировочный такой, если будет вяло. Но я не думаю, что это будет суперинтересно. С пивком? О, с пивком-то это легко. Ну, может быть, сразу на мой канал Неудачника пойдем. Там будет, там трешняк, там все, что хочешь. Там не обязательно о моделях даже говорить. Здесь мы как-то все-таки, ну, тоже трешевый канал. Ну, пытаемся быть цивилизованными относительно. Ну, с пивком это легко. Лучше всего на улице. Я, лучше всего на улице, да. Ну, давай, Евгений, замутим без проблем. Мы же... А, самые лучшие, ребята, коммуникации, это мой инстаграмчик. DCC Chain. По-моему, LLC. Но он весь... Если вы здесь его не найдете, на основной странице этого канала, на канале DCC Chain этот инстаграм есть. Сто пудов. Окей? И прям туда замучиваем. Все. А, все-таки именно туда нам... То есть, на трешевый А.К. Crazy Russian канал, да? Нет, нет, нет. Этот канал я уже переименовал. Неудачники USA. Ну, можно там, да. То есть, ну, ребята, смотрите. Там будут обыкновенные люди. Там они не поймут, что это про моделизм. Они скажут, совсем чокнутые какие-то занимаются там. То есть, люди... В основном не догоняют про модели железа. Да не важно. Про стендовое моделирование. Хорошо. Окей. Давайте сделаем. Давайте сделаем. Есть канал на... Тоже на него можно попасть. С одного из основных... Ну, по-моему, есть даже... Сейчас я посмотрю, ребят. Может быть, я смогу сделать здесь... О, я! Окей. Сейчас сделаю. Момент. Сейчас поставлю ссылку. Одна секунда. Один секунда. Так, YouTube. Сейчас, 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 сейчас. Акбуст. Ивсэй. Вот канал. Называется... Тихо-тихо. Что-то он начал говорить сразу. Чудак. Вот канал. Вот канал. Трэшевый. Там мат, сразу предупреждаюсь. Если ваши уши не заточены, и у вас там сердобольные, значит, намерения, намерения или намерения, херена знает уже. Русский великий. Вот. Я вернул название неудачник Юсэй, потому что это фан. Вот так вот. Там можно любые, да. Просто я говорю, что там люди попадут не моделисты, они скажут такое, что за херня там. Какие-то обморозки собрались, там какие-то паровозики. Ну, пофигу. Это специальный канал для трэша. Любого. Там и политика, и все, что хочешь. Единственное, что, если вы будете, ребят, комментарии оставлять, там матом Ютуб. Я не фильтрую ничего, я никого не баню. У меня все проходит. Но только какие-то вот... Как называется? Ну, фильтров тоже нет. Ну, у Ютуба свои какие-то фильтры. Да, там написал, нецензурное слово точно не пройдет. Нужно что-то обходить это дело. Либо какие-то буквы менять, либо что-то делать. Вот так что подписывайтесь, там прикольно. Вот такие дела. Так, ребята. Ну что, хорошо? Посидели? Давайте. Следующий стрим. Повторюсь еще раз, кто только сейчас подтянулся. Про то, какая обстановка здесь, как предзаказать на данный момент. Потому что отправлять мы просто боимся. Я в Австралию отправил. Чувак мне там через месяц пишет, ничего не дошло. Я ее мое. Ну, там 70 баксов. В конечном итоге затих он. И я так понимаю, что пришло. Зачем нам и вам такие заморочки? Да? Нервничать там. И tracking написано, что это еще в Америке. Прикинь. Это USPS такая вот ботва была. Ну, после Крисмаса даже. Наверное, они только сейчас очухались. А, вот сейчас вам канал показать. Сейчас, сейчас, сейчас. Ctrl-C. Сейчас сделаем. Сейчас момент. Я включу заставочку на секунду, чтобы мне не было никаких сбоев. Вот он. А, красота. Windows. Тихо, тихо, тихо. У меня это самое заглавное видео начинается там само по себе. Где это сайт, кем Windows нам нужен? Да, Windows? Вот он, а? Смотри ты, разруха. Ну, многие же любят, как в Америке, херово. Вот. Красота. Дочка, кстати, вчера была на, на каком-то штатовском, как его, чемпионат штата, штата по гимнастике. Вот видос. Вот здесь у меня все каналы, которые я смотрю, корифаны, ну и всякий трешняк такой. Вот это видео, кстати, Рашид Бутар, доктор или проходимец. Это самое 1600 views, прикинь. Это самый ништяк. Ну вот, трешняк. Ну что, ребят, закончим тему все-таки на модельный интро. А, ну все, хватит трешняка. Так что вот такой план. Окей? Все. Увидимся скоро. Успехов. Спасибо, что не забываете. Где-то у меня там даже заставка какая-то есть. Вот там на YouTube пришел бабки собирать. Такие комментаторы. Там, помоги! Да, есть, есть Patreon. Если вам, если у вас лишние бабки есть, можете сюда заслать доллары. И есть на основном канале, но на английском, ребят. То есть все видео, которые вы будете вот смотреть, если вам не жалко, тоже доллары. По-моему, там или три бакса, или что-то. В общем, самый дешевый. На DCC Chain на основном канале как его? Мембершип, да? То есть спонсор. Спонсоршип или какая-то другая херня. Вот. Или Patreon. Так что засылайте на пивко. Давай, ребят, успехов! Увидимся! Да! Счастливо! Счастливо!